Великий писатель Карамзин Так же они размножаются, все ж кругом запаяно На сцене смешная артистка Светлана Рожкова АПЛОДИСМЕНТЫ Вызывает меня к себе директор нашего завода на ковер Он говорит, мне кажется, это ты, по-моему, живешь в огромной двухкомнатной квартире Я говорю, я? Ну, Степан Степанович, я что, я не могу с вами спорить Ну, квартира у меня, конечно, двухкомнатная Огромная Такая огромная, что собака у нас хвостом маршет не вдоль, а поперек Он говорит, ну и когда вы в своей этой квартире последний раз сделали ремонт Я говорю, ну так, Степан Степанович, недавно Недавно И еще помню, в том годе Гагарин в космос полетел Он говорит, понятно, ну и как в квартире сегодня? Я говорю, ну сегодня вроде с утра тихо было Тихо с утра было Это вчера, значит, вчера это свекруха в туалет торопилась и с волны сорвалась Ну, у нас же, сами понимаете, это паркет в квартире Девятый вал Ну и попугай сильно перепугался, когда она, значит, на него сверху Орет теперь все время Бережите попку, бережите попку Директор говорит, ну правильно Птица орет Так вот, Зюкина, я чего тебе хочу сказать? Я для чего тебя позвал? У нас, в общем, губернатор приезжает И желает посмотреть, в каких жилищных условиях избиратели живут А мы так вот и посовещались И так решили, что, ну что ему мою эту холупень двухэтажную показываешь Покажем твою двухкомнатную, огромную Короче, видала по телевизору передачу «Квартирный вопрос» Я говорю, видала, от зависти чуть не родила Он говорит, ну теперь, Зюкина, готовься, потому что мы к приезду губернатора В твоей квартире такой ремонт сделаем Я говорю, Степан Степанович Господи Зажжешь столько счастья сразу И свекруха вот эта с волны долбанулась И вы теперь с вашим ремонтом И в прошлом годе вы вместо премии грамоты меня наградили Что о нас с вами люди подумают? Он говорит, ну на людей мне, короче Сама понимаешь, давай ключи Ну ключи я ему, конечно, отдала Ну что сказать, за три дня они, конечно, не уложились Ну, во-первых, губернатор свой приезд на год перенес Так что перезимовали мы у моей подруги в кладовке Лето провели у сеструхи на даче курятники И за все это время из моих домашних со мной разговаривал только попугай И то нецензурно Потому что Толик, муж мой, он все время молчал Молчал все время Не мог говорить, у него все время водкою Рот занятый мне А свекруха-то молчала и смотрела Молчала и смотрела Но я тоже не салабонервная Пару растат на мамочку глянула Что он быстренько отползал в палату интенсивной терапии В общем, через год вызывает меня к себе директор И говорит Зюкина, вот тебе ключи На завтра идите смотреть На завтра мы оделись во все чистое Построились и пошли Впереди есть свекруха с валидолом За нею Толик с попугаем Последняя я с свинком Пришли, в дверь позвонили Дизайнер дверь открывает И говорит, ой, проходите, проходите С чего начнем осмотр? Свекруха говорит Так Осмотр начинаем с самого кабинета Это она на туалет намекает Кто не понял У нее же там зал заседаний Она же оттуда выходит только для того, чтобы пожрать Ну что, повели Открыли дверь А там Мать честная В дверях телевизор вмонтирован Смотри, не хочу Унитаз зеленого мрамора Сиди, не хочу В углу Негр с сабахалом Дыши, не хочу Дизайнер же говорит Ну как? Я говорю, Эрмитаж Земной тебе поклон Потому что свекруха Отсюда уже никогда в жизни не выйдет Дизайнер же говорит Хорошо, проходите Я вам еще кухню покажу Зашли на кухню Мать честная Из одного угла Фонтан бьет живыми севрюхами В другом углу Четыре холодильника Посередине стол дубов А на стене картина Свекруха Вся в белом Ест черную икру Красным половником В Вашингтоне Дизайнер же говорит Ну как? Я говорю, слов нет А то-то между нами Свекруха ввинтилась А говорит Мне не все нравится Например, вот эта картина Белая меня вообще полнит Я говорю Мама, вы че? Вы о чем думаете Ваши возрасти, мам? Да вам уже на кладбище Лет десять прогулы ставят А вы белая вас полнит Да вас не белая полнит А то, что вы жрете по пятнадцать раз на день Дизайнер же говорит Не надо ссориться Не надо ссориться Молодые, проходите Я вам спальню покажу Свекруха говорит Идите, идите А я тут А возле холодильников Подежуру Истасковалась Пошли мы с Толиком коридором Идем Толик во все стороны головой вертит Восхищается Ё-о-о! Ё-моё! Ё-о-о! Так навосхищался, что даже охрип и софету попугай в спальне принял, когда увидал на подоконнике клетку с канарейкой, как зарёд. Тушите свет! Завтра разберёмся! Ну, к вечеру мы, конечно, переехали, свет потушили. Потому что они уже в две лодки с канарейкой орали. Ой, лежим с Толиком среди всего этого нового. Как в музей. И вдруг Толик так вот тихонько, шёпотом меня спрашивает. Зюкина! Я говорю, я? Он говорит, а когда мы последний раз с тобой насчёт ребёночка задумывались? Я говорю... Ну, так недавно... Ещё помню, в том годе наших шведов побили. Он говорит, хотите, что ли? Я говорю, нет, на Чудском озере. Ну, в общем, больше он мне, конечно, ни слова не дал сказать. И теперь, как вы понимаете, я... Как и говорил наш директор, рожу только не от зависти, а от моего любимого, дорогого Толика. Сослуженная артистка России Светлана Рожкова! АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы думаете? Прefиungsизмом.